Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Вот этот гриб называется Грусть Черный, или в народе Чернушка, а на латыни Лактариус Некатор. Есть у него и другие различные названия. Черный оливковый грусть, цыган, черныш и много других названий. Гриб этот очень популярен во многих местностях. Его очень любят в засоле. После засолки он принимает такой фиолетово-бордовый оттенок. Очень красивый. А вот, например, в Свердловской области, на Урале, откуда я родом, этот гриб вообще никто не собирает. По крайней мере, в той местности, откуда именно я родом. Из-за чего там он может встречаться огромными полянами, состоящими из огромных переросших черных груздей. А в Воронежской области, где я и проживаю, этот гриб очень популярен среди грибников. Но из-за продолжающейся несколько лет подряд жары и засухи, эти грибы стали попадаться одиночно. Из-за чего их не удается собрать в большом количестве. Чернушки имеют оттенки оливково-темного цвета и могут достигать в диаметре шляпки более 20 сантиметров. Ножка у них мощная, толстая, может достигать в диаметре 8 сантиметров и высоты также 8 сантиметров. Под цвет шляпки. На ножке часто имеются небольшие ямочки. У молодых грибов ножка заполненная, у старых становится полой. В шляпке по центру имеется углубление, а старые грибы вообще становятся воронковидными. Геменофор у черного груздя пластинчатый. Пластинки частые, кремовые. Иногда черный груздь путают с подгрузком черняющим. Но не стоит забывать, что груздь черный это млечник. И как и все млечники, при повреждении мякоти он выделяет млечный сок. Млечный сок у него белого цвета, жгучий. Мякоть у чернушки при повреждении становится серой. Черный груздь образует микоризу с березой и елью. Из-за чего он получил еще одно название. Черный еловый груздь. Считается, что чернушки идут в рост где-то примерно с середины июля и до конца октября. Но все черные грузди, которые я встречал, попадались мне с августа и до начала октября. Не позже. Также считается, что черный груздь содержит в себе канцерогены под названием некатарин. Из-за чего во многих странах Европы черный груздь считается ядовитым. Но ядовитость его так и не была доказана. А в нашей стране никто не проводил исследования по этому грибу. Чтобы избавиться от канцерогенных веществ в чернушке, ее нужно вымачивать около трех суток в холодной воде. Не менее двух-трех раз меняя воду. А затем солить не менее сорока суток. За сорок суток посола происходит ферментация и гриб становится съедобным. Многие грибники собирают и готовят этот гриб десятилетиями. Но собирать его или нет, пусть каждый решает для себя сам. Всем удачной тихой охоты. Пока.